Приветствую тебя, уважаемый зритель! На связи Павел Чернышев и представляю твоему вниманию обзор и поверхностный анализ инвестиционного проекта Единар. В чем суть данного проекта? Данный проект занимается тем, что он разрабатывает и выпускает собственную криптовалюту. Есть желание потеснить даже валюту биткоин. Доходность данного проекта составляет на сегодняшний день 20% в месяц. Ты покупаешь внутреннюю валюту данного проекта Единар и каждый месяц тебе начисляется 20%, который ты можешь успешно вывести через онлайн обменник, либо через собственную P2P биржу. Данный проект стартовал в конце 2015 года, где-то в ноябре месяце. Продвигают данный проект такие немалоизвестные люди, как Александр Колбасов и Роберт Флетчер. Опыт у них в создании подобных проектов накопился немалый, поэтому есть все шансы на то, что проект Единар будет успешным. То есть он потенциально, благодаря этим двум людям, может проработать как минимум раз в два дольше, чем мог бы проработать. Каковы преимущества валюты Единар? Первое преимущество это то, что владельцы данной валюты полностью анонимны. Второе преимущество валюты Единар это ежемесячное увеличение данной валюты на 20%, если ты прикупил данную валюту на 100$, то через месяц у тебя будет уже 120$. Если ты прикупил данную валюту на 150$, то через месяц она увеличится у тебя ровно на 20%. третье преимущество это ограниченное количество валюты единар планируется выпустить порядка 20 миллионов этой валюты который будет выпускаться в течение двух лет отсчет начался с ноября 2015 года вот и примерно закончится через два года то есть примерно в ноябре 17 года здесь будет выпущено ограниченное количество валюты единар тем самым стоимостью падать не будет и она должна пользоваться наибольшим спросом и быть в цене далее следующее преимущество это то что купить или продать валюту единар ты можешь довольно таки быстро и легко это можно сделать двумя путями вариант 1 через онлайн обменники перейти в личном кабинете в раздел обменники и ты увидишь все обменные пункты которые работают с данной валютой ты можешь выбрать любой из этих обменников перейти на сайт самого обменника выбрать направление который тебе необходимо ну к примеру ты хочешь продать perfect money получить единар указываешь сумму которую ты хочешь сумму которую ты отдаешь тебе указывается справа сумма которую ты получишь единаров вот и как бы без проблем в течение пяти минут ты можешь приобрести необходимое количество единаров курс на сегодняшний день один к одному то есть за 1 доллар ты получаешь ровно один единар второй вариант покупки либо продажи валюты единар криптовалюты это собственная внутренняя бирже p2p также в личном кабинете переходишь на вкладку пи тупи биржа далее разделы пи тупи бирже и здесь ты увидишь все заявки которые оформляет участники данной бирже на покупку либо продажу валюты и динар здесь ты можешь найти абсолютно разные объемы абсолютно разные суммы и также здесь можно Если хорошо постараться, то можно найти, допустим, купить 100 единаров за 95 долларов, либо продать свои 100 единаров за 110 долларов. То есть, если поискать, то здесь можно найти более выгодные курсы по покупке и продаже валюты единар. И последнее преимущество валюты единар – это собственный кошелек, который планируют они запустить в конце марта, в начале апреля 2016 года. Разработка кошелька на сегодняшний день идет полным ходом, и к концу марта, в начале апреля планируется уже запуск собственного кошелька для валюты единара. Теперь давайте перейдем к преимуществам проекта. В чем преимущество самого проекта единар? Первое преимущество его основное – это то, что сайт самого проекта подготовлен достаточно неплохо. Здесь достаточно неплохая функциональность, дизайн, графика и так далее. Второе – это то, что данный сайт переведен на 19 языков. То есть, это тоже говорит о многом. И переведен он, кстати, не спроста, как говорится, и не для понтов, а действительно в данном проекте участвуют люди не только с России, но и с других стран. Если мы перейдем на Алексу и посмотрим, какова посещаемость данного сайта по Алексе, то мы увидим, что с ноября месяца посещаемость постепенно растет, и основными посетителями данного сайта являются жители Соединенных Штатов. На втором месте стоит только Россия, на третьем месте – Украина, на четвертом – Канада, на пятом – Франция. То есть, как мы видим, аудитория данного проекта разнообразна. То есть, и русские, и украинцы, и англичане, и канадцы, и французы. Это говорит о том, что продвижение данного проекта идет также и в других странах, не только в России. А раз продвижение данного проекта идет в других странах, значит емкость рынка, соответственно, увеличивается, и данный проект потенциально может прожить намного дольше, чем мог бы. Поэтому это неоспоримый плюс в пользу проекта Единар. Следующее преимущество проекта Единар – это собственная внутренняя биржа P2P. Если мы перейдем в личный кабинет, далее раздел P2P биржа, то мы, собственно, и увидим эту внутреннюю биржу. Плюс в том, что разработка данной биржи занимает не один день, и раз организаторы занялись ее разработкой, то это говорит о их намерениях, о их желаниях, о их планах. Поэтому, если эта биржа есть, она работает, то это тоже плюс в пользу данного проекта. Следующее преимущество проекта Единар – это регулярные конференции на разных языках. Мы видим, что каждую среду проводится вебинар на английском языке, каждый вторник вебинар на испанском языке, каждый понедельник на французском языке. проводятся также здесь международные вебинары на разных языках. Это говорит в первую очередь о том, что аудитория на вебинарах присутствует из разных стран. Это говорит о том, что людей здесь может быть потенциально больше, чем в других проектах. И, в общем-то, это очень хороший показатель в пользу проекта Единар. Немногие проекты выходят на тот уровень, чтобы продвигать их в Соединенных Штатах, во Франции или в Испании. Следующее преимущество проекта Единар – это оперативная и довольно качественная служба поддержки. В левом сайтбаре, в самом низу, вы видите вкладку «Поддержка». Можете перейти туда и задать свой вопрос. Отвечает в течение максимум 48 часов. Ответы адекватные и вполне оперативно. Также есть онлайн-чат. Вы его сейчас, к сожалению, не видите, но в нижнем правом углу он присутствует. В рабочее время вы можете задавать свои вопросы в данный онлайн-чат и получать на них оперативные ответы. Следующим интересным преимуществом данного проекта является то, что поддерживает его также и Сергей Мавроди. Если вы зайдете на YouTube-канал этого человека, перейдете в раздел «Видео», спуститесь немножко ниже, то увидите видео по проекту Единар, который он размещает на своем канале. И если он их размещает, значит, это говорит о том, что он поддерживает этот проект, а значит, как говорится, эти люди запоручились поддержкой Сергея Мавроди, будет больше людей, будет больше заинтересованных лиц и, в общем-то, проект достоин вашего внимания. Также мы видим вверху еще один видеоролик, на котором выступает Александр Колбасов. И если мы взглянем на шапку канала Сергея Мавроди, то увидим, что здесь также стоит ссылка на проект Единар. Все эти факты говорят о том, что Сергей Мавроди обеими руками за этот проект, он его поддерживает, значит, проект действительно интересен, достоин вашего внимания и потенциально может прожить намного дольше, чем многие об этом думают. Ну а теперь давайте перейдем в личный кабинет проекта Единар и немножко ознакомимся с функциями, которые у нас есть. Значит, пробежимся по вкладкам, чтобы вы понимали после регистрации, что где находится и как с этим нужно работать. Значит, верхняя панель, здесь у вас есть три кошелька. Баланс – это ваш основной кошелек. Кошелек – номер кошелька. Бонусов – это ваши бонусы, которые вам начисляются, то есть ваши проценты. Раз в семь дней эти проценты вы должны отдавать на автомайнинг, переходите в раздел «Автомайнинг», вот и здесь у вас написано, что до следующего перевода на автомайнинг осталось четыре дня. То есть, таким образом, через четыре дня я захожу в эту вкладку, нажимаю «Отправить». Эти бонусы отправляются на автомайнинг и через семь дней они мне автоматом зачисляются на мой основной баланс, с которого я уже потом могу их вывести через онлайн-обменник, либо через собственную P2P-биржу. Раздел «Транзакции». Здесь вы можете ознакомиться с теми транзакциями, которые вы осуществляли ранее. Я осуществлял покупку, как видим здесь, 104 и динара у меня было куплено 4 марта 2016 года. На сегодняшний день у меня уже 110 и динаров, то есть 6 и динаров я заработал путем начисления мне бонусных процентов. Далее, биржа P2P, о которой я вам говорил, она достаточно функциональная, вы можете более подробно с ней ознакомиться самостоятельно, но основные функции – это покупка, продажа, заявки. Здесь вы можете просмотреть ваши заявки. P2P-биржа – здесь вы можете ознакомиться со всеми заявками, которые присутствуют на бирже. Транзакции – здесь история ваших транзакций и так далее. Реферальная программа. Здесь вы можете увидеть ваших рефералов, о том, кто из них зарегистрировался, какую сумму внес, контакты и так далее. Мои счета. Здесь у меня данных нет, но мы можем здесь добавить любой кошелек, при помощи которого потом можем делать пополнение в системе. То есть нажимаете на вкладку «Пополнить кошелек», выбираете кошелек, с которого вы хотите в дальнейшем пополнять, либо использовать. Как видим, количество кошельков здесь огромное количество. То есть есть и Сбербанк, и рубль, и доллар. И, в общем, такого количества платежных систем я не видел еще ни в одном проекте. Промо-сайт. Здесь вы можете создать свой личный сайт одностраничный. По-другому это может называться лендинг-пейдж с вашими контактами. И затем уже приглашать на этот сайт людей, для того, чтобы они переходили по вашим ссылкам, по вашим кнопкам и регистрировались в проекте «Единар». Для создания сайта вам необходимо ввести имя, свое номер телефона, скайп, выбрать дизайн вашего сайта и нажать на кнопку «Создать». Раздел «Баннеров». Здесь вы можете найти различные баннеры, как по стилю, так и по размеру, которые вы также можете использовать для продвижения данного проекта. Раздел «Сообщество». Тут у нас ничего пока нет. Раздел «Конференции». Вы можете ознакомиться, когда и какая конференция будет, на каком она языке. Можете прийти, позадавать свои вопросы и получить на них ответы. Либо узнать последние новости в проекте, для того, чтобы более правильно его анализировать, прогнозировать и принимать решение о том, стоит ли еще прикупить вам «Единаров», либо стоит же их уже продавать. Раздел «Подключить магазин». Здесь у нас ничего нету. И раздел «Поддержка». Можете задавать здесь свои вопросы и получать на них ответы в течение 48 часов. Итак, еще раз повторяю, для того, чтобы купить либо продать валюту «Единар», вы можете воспользоваться обменниками сертифицированными, которые работают с валютой «Единар», либо через P2P-биржу. То есть у вас есть два варианта покупки и продажи валюты «Единар». Вы ее можете этими двумя способами завести в систему «Единар» и точно так же можете вывести свои деньги из «Единара» при помощи обменников и P2P-биржи. Для регистрации в проекте вам необходимо всего лишь перейти по ссылке под этим видео, заполнить регистрационную форму простую и, собственно, все. Вы зашли в свой личный кабинет и дальше можете уже приступать к покупке валюты «Единар». Благодарю вас за просмотр этого видео до конца. И если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, то напишите об этом в комментариях к этому видео.